привет дорогие друзья шокирующее видео не получается снять не хватает времени кстати там мне нужно написали что прикольно снимаешь распаковку вот три конверта уже пришло еще на днях еще придет сейчас вот с баксами разбираюсь у меня тут есть такая банкнота я получил недавно пенсию 1 миллион долларов думаю как же теперь потратить шучу но прикольная копия мне очень нравится у меня их разных видов много потрясающая картина люблю такую долларовую тему вот и тут у меня маленький завальчик кстати 5 баксов не помню эти реставрировали нет нет не эти по-моему где-то сейчас попробую найти а это вот это вот наборчик 2 долларовых банкнот тоже прикольно я буду укладывать в альбом вот она сейчас хочу вам кое-что показать а вот эта пятерка вот эти пять долларов которые мне отреставрировал знакомый значит я их приобрел чуть чуть дешевле номинала по-моему до восемьдесят восьмой год женщине по моему помог в обменнике вот мне их так отреставрировали ну уголки понятно замяты в центре вон там порванные места есть пришла банкнота бесплатно принципе выглядит неплохо принципе такое пойдет желтых каких-то явных пятен нет вроде бы сейчас ее достану из конверта они все таки есть немножко вот здесь желтые пятнышки есть ну в общем где-то там у меня видео есть я уже не помню где какая она была ну и какая она стала в принципе выглядит неплохо учитывая что пришла бесплатно тут даже вот этот же блеск наложил человек каким-то образом то есть она чуть-чуть подблескивает нормально пойдет пойдет так что это у меня доллар какой-то двушечка мне есть прикольная на барахол очки как-то взял хорошая красная такая интересная двушечка но это все прикольно а мы сейчас посмотрим кое-что другое я хочу вам показать это мой альбом долларовый вот соточки вот три соточки и вот соточка которую недавно я приобрел 1950 года значит она слегка помятая все таки на фотографии вы выглядела она лучше приобрел и недорого но я думаю вы видите вот эту штучку а это уже интереснее немножко и сейчас я ее подвину к банкноте образца 93 года и вот сравнение смотрите разница значит здесь есть текст под портретом здесь его нету это первое отличие которое я сразу заметил теперь дальше надписи здесь текста больше там текста меньше здесь текст крупнее жирный такой тут текст потоньше дальше что еще из отличие такое что бросается прямо в глаза ну в принципе вроде бы визуально так все остальное одинаковое кто заметил еще отличие напишите в комментариях ну понятно кроме там года и подписи а и портрет кстати портрет 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 реально разный здесь как будто более вытянутая да да здесь вытянутый портрет видите он такой овальный узкий а здесь более круглый вот разный портрет еще тоже прикольно прикольно сразу тоже бросается в глаза но он позже бросился в глаза ну и у меня получается уже четыре вида 100 долларовых банкнот сейчас обратную сторону глянем вот обратная сторона вот это сразу бросилась в глаза она зеленее реально такой ярко зеленый цвет и действительно рисунки немножко отличаются между собой прикольно все таки не зря ее приобрел в коллекции очень классно смотрится здесь более жирнее сотка и вот это за корлючка там она более меньше да отличие есть круто круто очень приятно теперь я очень хочу еще банкноту 1966 там или 60 каких-то там 60-х годов она идет красная то есть у нее там красные номера красная вот это вот штучка круглая такая же как два доллара с красными элементами вот такая прикольная банкнота ко мне пришла в коллекцию очень круто в принципе не особо дорого но оно того стоит я любитель банкнот похожих на доллары так что пригодится как говорится плюс это доллары мировая валюта забыл собой микроскопчик хочу посмотреть время на часах сравнить здесь слабенько вроде бы видно визуально похоже да время или мне кажется ближе вряд ли получится не получается чуть-чуть да по моему одинаковое время здесь и вот здесь по моему одинаковое время потому что на новее банкнотах там уже идет а вот здесь сейчас мы посмотрим ну по моему отличается время на часах вот здесь явно отличается время на часах ну ладно это я потом сделаю уже еще одно видео уже об этих 100 баксах разных там посмотрим вот это мне очень нравится мексиканская песо красиво выглядит также еще вот это мексиканская тоже мне нравится канада тоже похоже на доллар такая же зеленая тоже вот это грязная правда восстановленная банкнота вот мексика у них прикольные вот эти печати они бывают разных цветов эти печати тоже я на это внимание обращаю вот как-нибудь я вам проведу экскурсию по своей коллекции банкнот похожих на доллары тоже зеленые все вот серые но они имеют такую мистификацию какую-то для меня вот эти тыщеночки тоже разные казалось бы что одинаковые а ни фига подобного года у них разные и даже печати разных цветов видите здесь такая желто-салатовая здесь темно-синяя какая-то коричневая непонятная цвета цвет печати ну и пирамида я ее обожаю пирамида кукулькана класс мексика вот здесь тоже перу ну такие банкноты в принципе вот это вот уже нового образца она не очень похожа на доллар но так она уже лежит потому что здесь перуанская тема и так уже рядом поставила перу так перу ладно вот она надо будет ее отсюда вытащить эту банкнота она здесь не вписывается вот боливия в принципе похоже с этой стороны не очень а вот здесь вот она уже поинтересней вот это мне нравится это тиуанака в боливии возле самого высокогорного озера титикака это место находится возле очень загадочного места называется кумапунку и там вот очень похоже на то что был грандиозный взрыв то есть война богов реально вот там вот следы этого существует значит там некий холм на нем расположены были какие-то строения и в центр значит там пол состоит из плит весом каждая по 400 тонн и более так вот одна плита реально вырвана то есть как будто в нее ракета прям попала а вокруг все разрушено и есть как бы такой как бы некая воронка в центре и вокруг этого холма все обломки из гранита и базальта расколоты в дребезги разбросаны вот так вокруг прямо и вот само тиуанака наберите в интернете и посмотрите там как некий диснейленд сделали то есть собрали так как они себе представляли это там некий забор такой получился так вот обратите внимание в заборе стоят столбы и вот эти все столбы они от ветра выветренные а сами блоки которые из которых построили стену вокруг этого этих столбов как бы ну как бы столбы интегрированные в сам забор получилось так так вот камни все блоки эти они идеальные потому что они были в земле а столбы выветренные это было очень много тысяч лет прошло как бы ну в общем это отдельная история тоже это вот рекомендую всем запретные темы истории посмотрите документальный фильм из семи частей Перу и Боливия задолго до инков очень рекомендую это настолько срывает мозги что как говорится у вас мысли немножко по-другому начнут работать насчет истории нашей и всего остального тоже прикольные банкноты ну и Бразилия Бразилия она вся красивая мне нравится не ожидал что номинал такой мелкий но банкноты очень красивые в общем подписывайтесь на канал всем удачи пока